Так, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Продолжаем прохождение видео, вернее гайд прохождения, как помощь новичка, комфортно пройти игру и в прошлой серии мы сейчас вспомним, что мы делаем в прошлой серии. В области Токай закончили основное задание Оскорненный замок, и в этой области у нас осталось только побочный квест Ползущая день. Это 88 уровня задания, награда Превосходный лаг, древний текст, ящик Синоби и парные клинки Канахира и Усуи, ну короче, на молнию, не могу я выговорить. И потом мы перейдем в следующую область. Та же локация, что и Оскорненный замок, подземелье. Посмотрим. Надеюсь, в этот раз меня не выкинет, как в прошлой серии. Пайк-вип у нас тоже самое, с этой нити. В принципе, все хорошо у нас. Талисманы, кунаи. Талисманы, асероги, бессюрикены. Талисманы, асероги, бессюрикены. И сразу используем свиток подмены. Всякие случаи, впереди у нас... ...ранг, и он там не один. Можем полезть наверх посмотреть до ворота Бой с боссом, с копьем, с хондой Танделькацу Классическая схема Стрелок малышный конферен Стрелок малышный конферен Откуда взялся? Что-то я не припомню тебя Так и мы обошли немножко стороной Непонятный какой-то срез Потому что врагов выглядели как и не было особых Тут нельзя мать Наверное какой-то бесполезный абсолютно срез Можно было и так замечательно протестовать Так и тут у нас три врага Что будет достаточно сложновато Попробуем перестрелять их как в тюре Обошли мы туманчик стороной Тут туман по-моему нельзя если я не ошибаюсь Если не ошибаюсь конечно не могу ошибаться На всякий случай Не ошибаюсь Это у меня неприятный противник со своими перекатами, танцами, с бубном. Народу положили вон неплохо. Отдайте, отдайте, да все создайте что ли? Ну да, все создайте. Так, и он тут тоже. Не один, здесь еще один дружок его. По-моему здесь должно быть светилище слева. Не ошибаюсь, не ошибаюсь. Так, это дверь. Если бы мы сейчас, ну она в принципе не будет открыта, нам туда вообще не надо. Так, я опять буду бончить лаги. Что нам нужно. Давайте осмотримся. Вот эти плавающие. Ладно, давайте их понемножку по одному туда согрем. Так, навесили на нас вонь. Норма систем. Это для суммарного омоложения замечательно. Дальше. Когда он делает вот такой рэнч, просто принимаем на лагерный блок. Тут его прыжок, он прыгает, теряет всю свою стамину, все кей и падает без сил. Можно его без наказа напинать. Так, тут еще кто-то. Если не ошибаюсь или нет, пошел. Вот он. Вот этот. Лут. - Так, там целых дворяка, а нам по-моему туда можно. Не понял, это что такое был так же, не знаю на записи Будет треск звука, извините, слышу, что кто-то там на записи Здесь просто бочки, ничего нет С чистой водой Кому рох он не хочет подставлять свою воду, к сожалению И это те ворота откуда мы пришли Вот он прыгает, открывается, вот он прыгает Кстати, если обратили внимание, там череп у них Если присмотреться внимательно на эту рожицу На паузе, видите, этот череп такой изомлит Если копать в этот момент, когда он череп выставляет Можно неплохо задамажить Принимаем на блок Вот он и открылся, как говорится Да, намного быстрее, чем лук, там я не знаю, мушкет Раз, раз В принципе, он очень даже неплохо Так у меня закончились цветки подмены Появился Так же сюрикетчики, нахуй, нахуй, восстановились Так, по-моему, здесь раньше был локон находили, да Но сейчас там, по-моему, ничего нет ценного Я даже не знаю, зачем там стоит этот локон Паранишка Какая-то ерунда Какая-то гусерия И самый ценный, лучше поставить там ниндзю целого Так Немножко мы опять Плепались в дерьмо Поэтому смоем Нам, насколько я помню Сюда, если будут открыты ворота И тут опасно Там, по-моему, кто-то Да, там Стрелок Будет очень мешать Черт Нет Я 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 Да, с этой стороны открывается Туда прямо будет группой двух магов и Ниндзю Этого Ниндзю нужно убить Эта миссия тогда закончится Давайте пойдем посмотрим, что здесь еще Что-нибудь цена Да, довольно-таки неприятный противник Кстати, мы сбиваем броню с них Я не знаю какой-то эффект на кусаря Я сейчас посмотрю Ослабление доспехов туловища 13,7% вероятность Портик на бандирование Понятно, теперь думаю Вот это значок на них Это дебаф Ломаем их обмандирование И, кстати, туловище Это самое, в принципе, большое броню Самая большая защита Поэтому Это классно Там, блядь, еще Давайте сразу подготовимся Что-то на зимних Все Господин Сакон И он нанял Господин Сакон И он не смог выполнить это задание Мы помешали Всех перебил Господин Сакон Теперь ничего не выражает Ты оказал вам огромную услугу Господин мечтает о наступлении мира И меры, которые для этого принимают Несколько необычны Потому подобные жага в ранее редкостей Из нас, кто честно ему служит Должны постоянно быть начеку Возможно, вскоре нам с него понадобится С твоей помощь, надеюсь Я могу на тебя расчитывать Так, что же там Все-таки нам дали Несчитаемое какое-то название оружия Дали нам инструмент Это ящичек Синоби Он восстанавливает наш мюнзуцу Точно так же, как и использование духохранителя Полезно иногда Очень даже Если нет у этого сета Нет у этого эффекта Чтобы восстанавливать свою мюнзуцу То это назаменимо В принципе На прохождение мюнзу Какое-то оружие Да Так, кстати Я немножко с ней После миссии поговорил Немножечко прокачал Теперь у нас наценка при продаже Уже можем продавать вещи Потихонечку Начинаем продавать вещи И Умурамас Вот я где-то Я уже начал Немножечко качать Переговку Поэтому Можно обожить Субтитры Вот это Пожалуйста Ванадае Так Ладно Давайте Знаете как Продаем Желтенькое Голубенькое Все А фиолетовое Будем разбирать Сразу Материал Нет Сначала Посмотрим Извиняюсь Может быть Какие-то Полезные вещи Будут Немножечко качать Немножечко качать Немножечко качать Немножечко качать Немножечко качать Уже Человек Роняется Духом Хранителя Дай бы Вася Тут В помощь Из него Вбивается Даримный Текст Его доспехов Его копья Можно Ну Сет Под копье Сейчас мы Какой-нибудь Кусочек Найдем И Разберемся Так Что такое Кнопки Немножечко Ну Что такое Кнопки Немножечко Тут Вообще Можно Просто Выстрелить Ему В башку Подбежать Со спины Делать Подбивание Сразу же Призвать Духа Пока Он бафается Он У него Как бы Да Что такое Что не так С тобой Дружок Дал Свою Какую-то Броню Сейчас Почитаем Что Так Копье Но это Копье Красного Лена Не знаю Почему И вот Его Сет Честь Несравненного Воина Востока Тобол Несравненного Воина Запада Это Несравненного Воина Востока Итак За два Предмета У него Дополнительное Снижение Урона 2% И Навык Копья Урон Навыка 30% Безжалостный Копьепат Безжалостный Шквал Это Навык Копья За 4 предмета У него Урон Лежнего Боя 10% И за Использование Его Духохранителя Атака И защита Еще 10% Но это Не проценты Это просто 10% И оно Как бы Ни о чем Вообще Дальше За 5 предметов Вливение На атаку Сложение Б То есть Если мы Носим Этот Сет Таких 5 предметов То Любое Оружие И Естественно Под копьем Мы прокачиваем Сложение Это ХП Наше То Любое Оружие Будет скалироваться От сложения Даже Если мы Возьмем Его Копье И меч Дополнительно Потому что В сете Нету Меча Можем Награть Мечом Будет скалироваться Б В принципе Неплохо Для копья И вот Еще Урон Навыков 25 Отхил От навыков Восполнение Здоровья Если мы Используем Навыки Делаем То Восполняется 25 Здоровья Чисто Под копьем Сет Неплохой Но он Тяжелый Такой Себе В принципе Так Много курит Блять Когда он бафится Своим духом Хранителем У него Гиперармор Так что Надо ждать Когда он бафится Или потом Дом Редактор Много курит Тяжелый Тяжелый Ихелый Восход Ихелый Кап Тяжелый Тяжелый Ихелый Ихелый Много курит Кап Хелый Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok И нам дает своего духа хранителя на рекамо. Жесткий брючок. Окей, это область Кирахара. У нас есть основное задание. Вечное пламя. Дается древний текст Тимонзе Хикоэмона. Меч, древний текст Броня Фанатика. Есть второстепенное задание. Неисправимый бор. 91. Жест 3. Капутоплетенная солома. Древний текст Освещенная кисть. В принципе, давайте сюда пойдем. Можем сюда пойти. Или сюда. Это неплохой, кстати, сет. Неплохой мяч. Достаточно, довольно-таки большая миссия. Давайте пока свеженькие. Итак, ты направляешься в Фусиме. Я хотел бы отправиться с тобой, но господин Месу запретил мне оказывать помощь господину Тори. Желаю вам обоим удачи. В общем, он отправил на смерть защищать крепость одного из своих близких. Тори на тот датом. Поэтому пойдем попробуем его спасти. Девушки отдыхают. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Посмотрим сколько у нас очков. Майон из 4 очка. Тут мы все взяли. талисман духа охранителя пока что мало ячеек мы прокачаем потом уязвимость что еще можно было бы взять дальность очищения тоже хорошо и вот талисман барьера хорошая вещь подготавливает талисманы барьера при использовании этого талисмана окружает небольшую область барьером уничтожая скверную мировяка и увеличивающую скорость восполнения ки он действует как как освященная вода восполняет наши ки еще он делает очищение сам нам не нужно будет делать пульсацию ки пока он будет действовать он будет сам делать очищение когда это очень полезно больше нету очков смотрим медузу тоже уже появилась немножечко водимую землю мы открыли парашют медузу киписи светок подмена я бы хотел еще посмотреть ага три у нас уже открыто это знахарь я уже не помню что мы открыли что нет так так ага все это знахарь это увеличивает количество эликсиров можно еще один добавить здесь пассивные науки 6 процентов меньше стамина расходятся на перекаты вот эту линейку мы будем открывать все это пули тоже полезно но сейчас шар на киписе тоже неплохая ловушка это это мне сейчас парализующие середины яды кунная шторма увеличивает урон наносимые середины наносимые в принципе не такая уж большая необходимость сейчас я даже не знаю что можно взять давайте на порошок на киписе немножко не хватает и по навыкам здесь кусяриганку можем уже открыли мы добивание давайте в спину посмотрим удар изменит карта окей еще 3 процента ударов спина это хорошо и что еще здесь будет если ваш запас здоровья максимален урон наносимые вами в ближнем бою будет сильнее на 6 процентов давайте я хочу посмотреть это тоже пассивка действует на все оружие я не помечу здесь ки у нас добавятся три ки что то я хотел открыть это мы открыли отражение у нас полностью отражение вот отражение при успешной пульсации ки сразу же приводит вас в стойку яй это очень полезно полезно парирование открыл это нижняя стойка я практически не играю так такое себе а а так пока что будем собирать будем собирать очки обнажение обнажение то есть мы делаем обнажение сразу пульсацию ки она нас переводит можно бесконечно это делать стамина практически не будет расходоваться кусаться кусаться она сразу становится в стойку так назад прохода нет я забыл посмотреть ячейки можно добавить так поменять у нас есть новая всю реке мы открыли полностью парализующая макебиси да можно убрать больше ячейки будет попробовать что-нибудь впихнуть еще пока не влезет и промои талисман с детали талисман барьера пусть будет так в талисман хватает закладок у меня на все так и все в огне все в пожаре к воду уноситесь быстро и тушите пламя и сзади если вернуться немножко назад можно уйти до первого кодава не случайно тут бочки с водой потому что много огня это всегда опасно у нас новый враг у нас какие-то югай страшные большие там стрелок еще атаки в принципе те же добавилось только метание они еще начинают метать кристаллы какие-то ну-ка давай покажи что я давай вот кристаллы близко если далеко они начинают бросаться на возврате меня поймал кто там стрелил осмотримся на предмет так и стена повреждена такое ощущение что ее можно разломать там стрелок копейщик классическая ситуация сокращаем дистанцию так и давайте чуть-чуть вернемся назад здесь есть одна секреточка если посмотреть то это сундук это сундук и есть бочки с водой то есть обратно мы сможем вернуться и здесь стоит бочечка с водой купаемся и можем бежать по воде за счет того что мы обмокли видите наше здоровье не пострадало но высохла вода немножко поэтому можно вернуться обратно не получив вреда здесь тоже какой-то сундук подсвечен какие-то шахтеры новые с бочками здесь тоже какой-то сундук подсвечен так эти бочки взорваются а у них фитиль они как бы камикадзе камикадзе взрывается поджигают свою бочку на спине и бегут к нам чтобы взорваться здесь огонь пройти там нельзя здесь тоже огонь мы были с той стороны тут есть колодец какой-то дом тоже пройти там кадама да но мы туда попадем сейчас с другой стороны немножко и это тот сундучок который мы открыли в принципе вроде бы все тут подбор налило вот какая-то бочка с водой вода была вода огонь лут начинается чудеса есть большие бочки которые можно взорвать и появились новые враги у нас пулеметчики с автоматическим оружием как смешно это звучит стреляю без остановки даже не заряжаясь и это как бы такой шуркат вообще непонятно зачем он то есть мы обошли вот так по кругу теперь мы можем идти вот так по прямой туда уже можем идти и это то место которое мы сейчас попадем здесь есть немножко лута на шкале то есть вода на шкале то есть вода спрыгнуть забрать катаму перепрыгнуть через воду и уже вернуться здесь по прямой использовавшись шуркатом есть проход налево есть прямо все так же можно их ставить хоть они с бочки но не оружием с огненным уроном оружие с огненным уроном их будет подрывать и потом будет тяжело проходить поэтому опасно и вот еще одна бочка которую можно взорвать и стена как бы поврежденная на первый взгляд кажется что вроде ну если выстрелить то бочка сломается это та стена которую я показывал с той стороны и это будет небольшой но срез небольшой шуркат то есть нам уже не надо будет обходить по всему немножечко срежу шуркатов тут много срезок много срезок а на первой а т 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 Здесь ничего нет там огонь мы видим демона здесь опять огонь в лестнице когда-то нас увидели артиллеристы довольно опасные с пушками блок не выдерживает выбивает стамину сразу довольно неприятно здесь выхода нет бочки с порохом бочечка с водой если видите у нас есть чувство обрыты здесь в доме есть сундуки с лутом скупаться в воде после перепрыгнуть зайти в дом и облетать все на веточках химороги Набор разведчика заброшу кутику этого надо убить он сейчас бомбами бросает взрывать вот эти бочки с порохом не нужен стресс здесь поднимаемся по лестнице можем осмотреться там где видите монетки это то место где был стрелок с пушкой внизу вот когда мы тут еще один стрелок с пушкой так кто-то нас увидел кто-то стрелял осмотримся вот там стоит автоматчик его мы сразу снимем здесь внизу демон демон с бочкой можем кстати попробовать подорвать но ему как бы все равно остальные мы выдали только все заходим за спину это тут домик куда мы заходили и это тот домик где мы брали сундук по моему если не ошибаюсь или вот этот а вот этот заходим так что там больше делать нечего тут берем монетки полис предыдущего но это не все локация большая и опять стена если присмотреться потрясутая с бочкой можно открыть эту стену и посмотреть что там дверь еще один кота еще один кота золотой сундук значит можно будет от него убежать попробуем посмотреть еще где тут что и ворота это самый большой срез на этой локации то есть мы срезаем если вам не хватает допустим там эликсиров или чего-то нужно восстановиться то можете помолиться помолиться и здесь можно пробежаться до ящика достаточно таки сполоснуться и забрать локон юного самурая что очень полезно локон бывалого ниндзя тоже где-то мы подобрали и опять купаемся бежим и бежим это мощный шургат бежим теперь к лестнице попытаемся забрать Кадаму если ее вспомнить как его забирать оставшись брать то я это и и и вот здесь мы окажемся то есть все-все-все-все локацию пропустим и перейдем в следующую часть и опять стена опять разваленная стена опять можно зайти и посмотреть что здесь происходит здесь стоит шахтер просится на бэкставку внизу озеро куда прыгать нельзя там бездна и мы утонем вильям не умеет плавать можем подобрать Кадама здесь еще вот мы вернемся обратно если пойдем туда мы вернемся обратно в локацию нам не надо здесь можно было бы пройти обмочившись водой но там впереди туман серьезный враг поэтому а да в принципе на другой дороге по-моему там нету там перегорожено да там нельзя пройти поэтому мы используем слезы отрицания которых у меня нету которые нужно восстановить пока вода высохла заходим за спиделами убиваем кит пока что они не очень как бы не очень нам досаждают но дальше на следующей хенге конечно это кара небесная очень продуманные хитрые враги в ловушки залетать не хотят шипы обходят тормозят перед шипами ну в общем веселенькие так и качаем магию до 30 казалось бы блин да качай же что ли силу там стойкость качай что будет хп качать ну я качаю то что я знаю что мне понадобится и все остальное урона мне не прибавит и толку от этого не будет от этого всего будет толку всего свое время все будет качаться как положено как и положено все будет прокачено как видите урона мы даже не качаем наши какие то там основные ну кроме ловкости прокачали ловкость какие то другие характеристики урона нам хватает жизненно так или иначе хватает я думаю если вы играли качали жизнь вы не более живучи были чем я ок и у нас бочки с порохом там мы видим засада тут мы видим еще одного берем мушкет стреляем поджигаем убиваем стрелки открываем ворота и возвращаемся у нас есть еще тут закончено дело эти доски я специально на них не наступал это пролом в полу нас тут ждет засада из этих двух шахтеров и бочки с водой как бы намекает что здесь какие то вкусняшки в огне это наше святилище это наше святилище и если мы посмотрим на его то мы видим две летающие головы которые охраняют какой то лут и лут этот довольно таки полезен и хорош искупаемся и побежим к луту возьмем этот лут заберем то что упало с этих опять искупаемся и мы получили ключ от кладовой побежим искать эту кладовую то есть кладовую вы найдете или находили раньше это точно но ключ может быть не находили тут стрелок автоматчик надо его как то снять по красоте еще тут яхай вот это кладовая ключ от кладовой используем здесь два суточка с товаром локон бывалого самурая броня кинго и пара отличных парников точнее пара отличные парники вот девяносто восьмой уровень уже девяносто восьмой уровень ударный эффект дух и духовная защита пять процентов это агарасу если мы будем использовать дух охранителя какого то это агарасу ударный эффект дух это это первое оружие которое мы встречаем дух это последняя характеристика вот у нас шестнадцать это первое оружие которое мы встречаем как бы сказать уже с какой то конкретной характеристикой от которой мы получаем бонус к урону то есть этот идея мы видим раньше видели на оружии множитель атаки под ним что влияет на атаку влияние на атаку сила духа д плюс слабенький скейл влияние на атаку сила цепь плюс неплохо и влияние на атаку навык б плюс что хорошо то есть имеется ввиду что парные клинки скелятся от навыка и тут мы встречаем б плюс еще одну добавочную характеристику которая тоже увеличивает наш урон и после прокачки привычности она будет она будет лучше она будет самое лучше и то есть если вы играете через живое оружие через двух охранителя и вы его прокачиваете то это парники которые как нельзя лучше подходит под этот билд так скажем если еще можно назвать билдами пока что на первом прохождении хоть какие то потуги создать что-нибудь дуралкейчик красавчик уходим и вот он бросил что ж неплохо кристаллом своим бросил не рассчитали ну в принципе тут рядом ничего страшного нет нам даже туда в вагонике не нужно мы просто тут проигнарили всех так ну сводь круто только не убивайте меня блин у меня там ух у меня там лут алло 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 парни пошли нахуй ну то что я и говорил если ты теряешь свое если ты идешь поднимать свое блин своего духа хранителя не вздумай спидранить просто иди и вырезай нахуй всю локацию не вздумай спидранить каждую тварь блять с чувством и с расстановочкой просто уничтожь и подними свое блять потому что все эти ублюдки блять которые сидят просто всегда и никуда никуда блять не лезут они просто вылезут из со всех дыр блять эти твари все игра сделает все чтобы ты потерял блять и не поднял свои свою амриту просто все сделает и не поднял свои дела как все все и 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 если бы я еще меньше варняков бы конечно рассказываешь и показываешь так через жопу получается так опять бочки взрывающиеся бочки может взорвать рассыпаем шипы ставим ловушку нагребно себя это она не горит она не горит что мы горим то мы пригораем окей и это не все тут у нас немножко запутано можно идти по стене вот так симпатично спрыгнуть еще раз на стеночку вот здесь будет сундучок с хорошим видом локом ни на ваниндзе лекарства у нас кахеток и еще один кодам можем спрятать пойти дальше буквально немножечко не дошел до святилища потому что оно вот здесь так осмотрим вся дверь закрыта с той стороны имеется где ключами и логично что это шаркат и еще одно закрытое вот все двух скутан и котан вместе с ящерицем можно конечно спрыгнуть но так или иначе дальше мы туда попадем чуть-чуть по-другому и там он с Priest так что ж такое с и но Так, великого стрелка можете там и оставить. Еще одна дверь, которая закрыта, пойдем по-другому искать. Так, тут лута нет, здесь есть лесенка. Мы можем подняться чуть-чуть наверх на помост. И здесь первая дверь, которую мы можем открыть, немножко срезать себе путь. Огонь, какие-то ворота, и здесь стрелки, мы не ждали, что мы побежим через огонь. Не знаю, чем они думали. Здесь еще один. Это ворота, мы откроем шеркатик. Вот наши свитилища, если что, уже, в принципе, обходить не надо круг. Открываем рот. Попадаем в здание. Смотрим на пол, обращаем внимание, здесь кругом проломы, кругом ловушки, поэтому не спеша. Попадаем Plato, обращаемnants чай Sanders, Смотрите, спасибо. так и он проломал пол зашли пошли направо вот вход здесь с левой стороны держимся правой стороны здесь тупик немножечко еще правее там огонь и лут можно вылетнуть вот еще проломать еще пролом здесь еще враги и мы попадаем в какую-то мулут из двери и эта ширка отводится будет если мы его удачно откроем так здесь есть она тут не случайно она видно будет нас тут заманивать потому что впереди там туман колесо оттуда довольно-таки вредная берем наши шипы ставим ловушки пытаемся согреть это колесо сейчас оно покатится на нас затормозится я забыл поменять мяч но это не страшно мы будем подняться на передачу нашего урона хватит его и так запинать мы срезали теперь очень много я бы сказал давайте попытаемся поймать этого малькова астолобика со спины попробуем он ушел вместе с нашим небытием уберем кадаму и пойдем дальше так ширкат открыли все понятно давайте посмотрим что здесь еще творится может что-то интересное здесь еще одно страшилище да у мячика уже явно урона не хватает потому что мы не качаем основной статус основной статус для мяча это сила духа она у нас 10 шанс выпадения предметов здесь ничего у нас 10 правила осады пытаться взять пытаться взять правила отдам окей так я естественно не случайно сюда пришел с определенной целью и 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 здесь у нас колесо летающие головы бочки с порохом которые взрываются могут доставить хлопот вот это как бы одна из ловушек под нами вот проламывающийся пол не знаю с работы вряд ли нужно наступить и проваливаемся попадаем сюда и здесь у нас колесо летающие головы бочки с порохом и просто от нас тут ничего не останется поэтому на всякий случай это все засаду обезвредил теперь даже если мы провалимся это не так трагично трагично окей вот вот видели в самом начале когда мы заходили сюда вот эта комната где был провал мы пошли направо если бы мы пошли налево мы видели этот лут могли его забрать дальше прохода нет нам надо чуть-чуть это вход а это самый вход откуда мы пришли от ворота так что выход отсюда можно снизу где это делаем что здесь еще что здесь здесь у нас лучок и пролом это как раз как раз и есть подвал вот еще один пролом на котором мы проходили здесь какой-то а это тот сундучок который мы уже открыли его было бы видно в принципе как бы все вот вот этот шеркатик мы вылазим через ворота поворачиваем направо все время держимся направо правее 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 и попадаем на путь к боссу здесь у нас бассейн бассейн так у меня уже не идут сюда заканчивается босс так что надо будет как-то поиграть оружие немножко чтобы восстановить свое вот этот провал еще один здесь еще один провал если посмотреть внимательно там лежит лут и вот так по прямой там провал и мы упадем туда как раз только уже два этажа выше так что мы тут просто правее опять же берем немножко правее стеночку заберем лут если посмотреть там видно мы упадем на один этаж и потом провалимся сразу же еще ниже и здесь ворота которые мы тут обошли этих они ждали нас с той стороны мы прошли через огонь и зашли в тыл здесь будет еще один икай так можно в принципе можно вернуться к святилищу и восстановить свои заклинания что я сделаю заодно продублируем как мы хорошо запомнили дорогу на святилище теперь мы все время будем брать левее на до хранителя понадобится опять же дайпо Вася Попробую я, конечно, кунайми, но я никогда кунайми не убивал, не пробовал даже, насколько они эффективны. Логически, да, должен быть снег прок, потому что босс как золотает. Духа теперь нет, есть только вот эти гаврюшки, гаврюшки, вот эти гаврики. Никто нам теперь не мешает, отправится на боссфайт. Так, что мы имеем? Так, талисманщики есть. Попробуемся по салону. Заходим. Попробуемся по салону. Трёх ноги, ладно, глаза иголом. Трёх ноги, да, иди, да, иди, да, иди. Адин, да, иди, да, иди, да. Окей. Сохранение я не знаю, конечно. Ладно. Ладно. Давно он так не надирал мне задницу. Может даже и забыл как это. Красивый босс взлетает своим духом хранителя. Бросает бомбы, стреляет. В общем, классный, когда первый раз видел бомбы. Он просто чарван. Шустрый. Мевотрек. Так, ну его можно уронить. Любого летающего босса можно уронить. Можно уронить кунаемы, можно уронить духом хранителя. Так что... Теперь у меня духа хранителя нету. Естественно, он лежит там. Потому что я умный и не сделал сохранения. Давайте попробуем бросаться бомбами. А вот так его сбиваешь, просто заходишь и делаешь забивание. Стрелять. А вот так его... Ха-ха-ха. Просто я его нароняешь? Тебе? Стрелять. Тебе? Мжут. Тай, палки. Тай. Стрелять. Тай. 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 Тай! Тай. можно и так вообще до хранителя работает просто идеально на нем когда он вверху или даже на полу просто роняется, потому что это человек это госчеловек ну можно его так, вылазить с огня туда а я уже не говорю, уже когда задание выполнено мы как бы горим, но урон не получаем поэтому можем смело собирать лут классный, классный, красивый, прикольный прикольный свистит, ухранитель летает он цепляет, делает нам вырванные воды, короче выворачивает ярный так, шукуна, опять сюрикена опять придет урона не много, но надо это запивание дело урона не много, но надо это не запивание дело так, шукуна, опять так, шукуна так, шукуна так, шукуна анжин дуро на зеки уった это кастле будет урона 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 что ты говоришь? дуро Продолжение следует... 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 такие вот у него интересные вещи так по сету по сету давайте посмотрим ковку дадим древний текст от дима ружья посмотрим катану легендарный воин микавы называется сет сет полностью итак у него тимодзи хикоимона броня фанатика капутма броня фанатика сет из 6 предметов стандартно дополнительных 2 процента 2 процента за 2 2 предмета и вот интересный очень интересный фокус стат эффект он добавляет целых 20 процентов увеличивает урон ударов ближнего боя если наш запас здоровья почти исчерпан когда мы находимся в критическом состоянии он добавляет 20 процентов и его часто используют когда строят свои билды уже на нг плюс на первое прохождение конечно этого всего сделать нереально но на нг плюс это уже нужно когда у нас есть мотогамма ясакани которая заменяет один кусочек комплект 1 кусочек комплекта то можно взять либо его шлем либо его меч либо его поножи и этот эффект будет работать то есть который кто играет через критическое состояние многие добавлять себе урона вводят себя специально пиявки в критическое состояние пустит свой урон это одна из незаменимых вещей то есть всего лишь за один предмет он дает этих 20 процентов дальше за четыре предмета он дает 10 процентов урону ближнего боя если мы используем его дух хранитель судзаку то еще 10 защите 10 к атаки 10 ки и вот это я никогда не одевал полный сет и усиливать все особые эффекты срабатывающие когда здоровье запас почти истощен а особые эффекты все там есть какие есть особые эффекты есть особые эффекты фридическом состоянии это усиление атаки усиление защиты усиление скорости передвижения ускорение ускорение сбора амриты и ускорение восстановление выносливости кипа стрелы осенавляться если он все еще написано 50 процентов в 50 процентах случаях как понимает это конечно честно вам скажу но написал усиливает все особые эффекты на нем но одна проблема проблема в том что нужны материалы из боссов на шкура белого тигра на то чтобы сделать эту меч и по броне то есть опять же на первом прохождении у нас этого всего этих объекта нету вот его броня нужен глазной камень умипоци посоль то который пельмень водяной вот на его один раз убили и у нас даже его нету этого камня поэтому это нужно его фармить это нужно делать на миссиях сумеречных тогда выдают за него награду так что немножко проблематично потому что нету его сам по себе не самый легкий но хотя принципе сейчас когда мы уже прокачаемся уже можно вы начинать но такая вот загвоздочка но сет интересно интересно своим эффектом 20 процентов критическом состоянии то есть когда мы погибаем включается дух хранителя наш этот загл у нас увеличивается наш урон на 20 процентов и принципе прикольно я говорю на плюс я уже делаю сейчас в основном билде я использую когда использую пьявку и одеваю шлем я меняю шлем хинаемы потому что я включаю живое оружие и в принципе живое оружие я не делаю обнажение меча и потому что невозможно когда живое оружие включено и поэтому заменяю шлем хинаемы я ставлю вот этот шлем фанатикой получаю 20 процентов урона ко всем ударам к любым ударам навыкам простым ударом в общем интересно интересно сетик прикольненький колюшечка так давайте снизу так у нее принципе пока что все мне сейчас нужны скидки на перековку просто заходите пока курите там пять минут после миссии после каждой миссии заходите немножко скидайте кнопочку получаете пару прокачка и все концу игры в принципе сможем все прокачать все основные скидки которые нам нужны плюс ну то на что такая так берем у него дальше перековку окей не буду вас управлять поняли суть всего этого и что еще важно после этого задания нам открывается дадзё и дадзё открывается все эти задания теперь можно посмотреть итак для того чтобы дадзё и меч едины при выполнении этого задания вы можете использовать только определенные предметы и экипировку у нас будет три эликсира и деревянный меч зачем оно нужно нам дадут мы сможем открывать сейчас секундочку допустим меч мы сможем открывать эзотерики одну из этих эзотерик мы сможем открыть и использовать и от вот это увеличение урона наносимый ударами меча в спину противника это принципе для моего отклада который я играю через паралич и обнажение меча я это маст хэвчик это маст хэв топчик то есть это важно дальше у парников есть свои эзотерики при успешном нанесении противника удара расходы ки на последующие удары снижается эффект может быть усилен если по истечении этого действия успешно сети еще удары можно так бесконечно спать тут принято нанесение успешного удара противник получаем вами урон защиту увеличивается у копья это это эзотерики позволяет использовать смену копейной стойки из любой стойки что-то прикольно и здесь навык копья нижней стойке работает сейчас как это вот смена стойки копейщика в верхней стойке вернее она изначально дается этот навык когда мы делаем сейчас есть анимация удар и потом когда меняется стойка получается вот такая вертушечка то есть он древком копья делает удар дополнительный когда меняется стойка или пульсация ки когда происходит и отбрасывает противника назад если открыть эту эзотерику она будет работать и в нижней и верхней и в средней стойке на все стойки она включится и это классно я когда копьем играл она обалденно и тут более такая не дает выпадом отскакивать от стен и увеличивает радио зоны поражения ну не знаю я пробовал что-то особой разницы не почувствовал как отскакивал от стен так и отскакивал в общем такое себе вот топор это две эзотерики резко увеличивает урон наносимый ударами который снижает ваш запаски до нуля и ниже тоже не совсем понятное на топор не ставили резко увеличивает урон уносимый вами во время нахождения в мире и кай когда мы входим в эти лужи и кайские вот эти пятна резко увеличивается урон то есть как бы тоже отлично пустит топорики у кусарегамы это усиление ударов то есть можно усилить удары серпом если вы часто бьете серпом эти удары усилиться или же наоборот грузиком играете больше грузиком усиливаете эти удары у отдать это отличный навык вообще просто охеренный оба в принципе то оба классная вот этот увеличивает вами урон а увеличивать наносимый вами урон ки при нанесении атакующим противником лобовых ударов то есть когда вы идете в размен и бьете его дать и есть отличный прием да вот этот то есть вы стоите в блоке противник замахивается пытается вас ударить вы прожимаете этот свой удар получается контрудар вы убьете плечом и просто выбивается стамина у босса можно выбить стамина просто на изи просто изи восса можно имеется ввиду человека можно заспамить этими ударами после открытия вот этой вот эзотерики и здесь снижается траты ки при использовании рождения ветра и ветра заката это смены стоек то есть автоматически когда вы делаете вот эти связки рождение небес и заката человек то есть когда переходите из нижней стойки делаете удар верхней стойки сильный и следующий удар переводит вас автоматически в нижнюю стойку или из нижней стойки вы делаете сильный удар и следующий удар вас переводят в верхнюю стойку здесь можно так настроить классно что поднимать стойки стойку ничего даже не меняя просто автоматически после ударов она будет подниматься и расход кина это дело будет меньше что еще вот он я даже не знаю вообще понятия не имею и у ниндзюцу это увеличивает урон наносимое метательным оружием если мы играем от сюрикенов то это прикольно в принципе классно и есть 2 позволяет немедленно задействовать технику ниндзюцу то есть не надо будет вставать в стойку поднимать там руки вверх там это движение просто нажимаете кнопку она автоматически вы просто на бегу нажим бежите и как продолжали бежать так и бежите на заклинание срабатывает и все в принципе отлично то же самое его меда ускоряет задействует технику меда то есть бежим и не надо вставать махать там руками делать заклинание просто она автоматически включится если мы прожмем кнопку слоте и здесь 2 это увеличивает длительность положительных эффектов навыков и предметов я всегда беру вот это тоже самое с юрикенами потому что не играл окей с этим понятно как это все делать приходит и сдаем экзамен прежде чем нас нас допустили к экзамену у нас опыт владения каким-то конкретным оружием должен быть 500 и выше тысячи тут у меня замечено игра на 500 тысяч точнее на игра на 760 тысяч 800 тысяч здесь пока не хватает топорные копья тоже не хватает вообще нету и близко даже не уязвима это пододать по-моему под топором вообще ноль отдать его 5000 танец тольфы совсем мало в общем можем сделать из-за далеко мяча меня интересует и попробуем нам дают деревянный меч и реликсировать попробуем с дедушкой совладать у нас не будет никаких максов и прибамбасов не будет духа хранителя поэтому чисто по скидлу не знаю дед ваншотящий задание сотового уровня мы 80 не знаю стоит ли сейчас это делать позже оружия на выбор у нас нету у нас только меч и наша одежка так что-то даже хуже чем с хатуре ладно возьмем среднюю стойку поехали так нижние блин нижнюю стойку не парирую ну что и рывок тигра свой прекращай давай стомину он теряет мы ему копейки пройдя вон там башку отбивает еще права на ошибку нету как говорится без права на ошибку бис права на ошибку и и и и и Тут у меня и какая-то новая его, блядь. Всё, бухлишка нету что ли, блядь? Мда. А теперь он меня выбил, блядь. Только я ему выбил нас только на 3 копейки, блядь, а он мне блядь. Так, плотная, блядь, хуйня. Ладно, поборю, блядь. Пиздец, блядь, блядь. Это я, конечно, всегда не понимал этого удара, блядь. То он, блядь, 3 метра пробегает, то он, блядь, 50 метров бежит, блядь. Что Татибана, что он, блядь. Отличайший гиперармор, блядь. Почему у нас, у игроков этого гиперармура нету, блядь. Ладно, давайте пробегаем, что не спамять. Татибана, блядь, блядь. Да, потный дедок, блядь. Не париваются Потный дедушка О, дал мне древний текст Потный дедушка Одеяние свое Ладно, хрен с ним В общем, поняли Пульсация ки 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 Следующий нас Иггахара Есть Побочные миссии Давайте Разберемся с лутом Да, он дал промиссу По-моему, он обошли Одеяние Я гью Кину стиль Что дает За два предмета Семьдесят Восполнение ки Водная тень Удар ближнего боя Четыре процента Вообще ничем Больше времени Для парирования Окошко парирования Чуть-чуть больше Не знаю Сколько она нужна Смешной сет Из четырех предметов Нет Еще и шкура белого тигра Тая по жопости Не хочу Так Что бы я Хотел еще Еще Кусаригама Кусаригама Тоже будет бодненький Дедулька Ну там Мне в принципе Не нужна его Ладно Краснодаря очки дают По херенству Давай Тут тоже будет Тут как кусаригамой Можно по-моему Да Так вот Деревянную кусаригаму Крутись Как хочешь Сменить оружие нельзя Да Деревянную кусаригаму Все Не активно Больше ничего Ок Ну зато у нас есть баф Хоть как-то Хоть что-то Давай 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 Что Можно ждать его в атаке Ловить его на этот На змею Потому что Атака блоки бесполезно кидать только с Стамину будем расходовать Ждать его Ждать его Только так Пару ударов еще По спине натыкадим Да Бафлись правильно Провоцировать его надо на удары Да Воврем Он соскочил Кто-то его поймает Стаминку Перейдем Стаминку Перейдем Поймал Поймал Теперь он нас Сука у шлепок Убежал блять Сразу Да А я тоже Баф нас блять А то да дружок блять Да Да Ебаны Твой рот блять Блять Петушара блять Мем Баллок и В блоки стоишь да? Давай я тоже поставлю блоки Там стамина бесконечная у него блять Всё Выбесил меня блять Блюдок Нахуй Это бестамина бесконечная у него Маши блять учитель Стоишь машинами НО 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 БЛЯТЬ Супер блять Да бери блять деревянную палку блять и хуери их блять как хочешь блять Втих же они блять кумарные блять Вся я блог встану да? Встает танцор блять Дааааа Стоит блять вон на ходу лях нахер Тебе ебаный бидор блять Не ну у меня блять слов нету ребята Супер хуезно блять Это они вообще не та Тебе ебаный блять У них нету то ни да Оберег Так, у меня открыто парирование, блядь, на кусыргами, кусыргами или нет, в средней стойке, да, окей, давай, блядь. Это ваншоты, блядь. Кусырая моя, да, я очень парирую, блядь. Давай, давай. Да, давай, давай, блядь, сейчас поймаю тебя, блядь, тарасик. Чё толку парировать, если я его, блядь, не критую после этого, блядь. У меня, наверное, не открыто, блядь. Давай, блядь, в ебать, нахуй. Какое же ты кумарное, блядь, а? Какое же ты, блядь, кумарное, блядь, а? Да, надо было влиткой. Да, надо было влиткой. Э, да, это было влиткой. Какая же ты, блядь, кумарная, нахуй. Какая же ты, блядь, кумарная, сука, чучело, блядь. Да иди ты, нахуй, блядь, просто, блядь. Так, и тут эзотерика, я даже не знаю, какую открывать, если честно, блядь. Большая для бафа у мокусарегама была, всегда. Вроде бы как грузиком больше бьешь, но, блин, иногда серпом, особенно на боссах некоторых, нужен будет вот этот жнец, там, дохуй на большой урон, если увеличить еще, на серп там. В принципе, их можно менять. А, он мне даже очков не дал. Ха-ха, нет, тогда я вообще не буду, пусть просто будет. Нету у меня лишних. Так, что еще, основное закончили, остались по бочке, не буду. На секири ахара. Ну, наверное, на сегодня хватит, давайте еще куда-нибудь. Тут что такое? Это, вроде бы, как большой, опять в баню. Там хинаэнба. Там хинаэнба. Здесь. Тут, в принципе, с кем-то идти надо. Там, по-моему, кооп там, какой-то MPC будет, если не ошибаюсь. Да, и пошло уже сотого уровня даже. Так, все ребенка. так ладно посмотрим сможем ли мы поднять уровень сколько это нам станет 4 миллиона девятьсот общем смысл какой это уже и уровень подняли поэтому надо пойти обратно в дадзё отбинать на хаторе вы без него если даже нет текста хотя бы нормальный меч фиолетовый больше он 60 уровня не даст все равно сейчас давайте попробуем у нас 60 уровень потому что задание 60 нельзя тиран сейчас еще вспомнить как мы там его убивали задание 60 уровня он даст 60 но он даст новый не поднятый уровень и мы сможем его поднять мы сможем поднять да мне удалить держку только давайте еще разок с него падает оружие часто потому что по-другому поднять никак не получится и уже этот 60 и мы поднимем на 100 и оно будет не очень дорого как будет и 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 Желательно, конечно, фиолетовый, чтобы был А не какой-нибудь там Так, кусаригану там Синяя 66-й, да, он больше его не даст Фиолетовый надо, надо фиолетовый И то, и то, и обе поднимем тогда Давай еще разок Странно, а мы же вроде как открыли эту Эзотерику Но что-то я не обратил внимания, сколько там сейчас урон вылетел В прошлый раз был 9 с чем-то А в этот раз я не глял, надо будет потом в записи посмотреть Сколько сейчас Убиваем мы с него 9 с чем-то был, 9200, по-моему Надо сравнить эти цифры Сейчас после эзотерики в спину же я его попал И разосчитал, и ваншотнул его Поэтому Должен сейчас вылететь урон побольше Или мы в дадзио Оно не посчитает, хотя Должна, по идее Блин Еще он Лишний шаг я сделал, да, наверное? Слишком далеко пошел Наверное, да Наверное, да Да, 11600 Да 11600 9200 было 11600, да 11600, да Добавило Сколько процентов это получается? Подождите 9 10% это 900 Почти 20% урона В спину Добавило В спину Да Отлично Так, вот сейчас Давайте сравним на кусарегами, сколько будет стоить Стоит ли вообще этим заниматься Может я что-то путаю 20 20 25% Прилетает Так Кузнец Если мы возьмем нашу Старенькую кусарегаму Которую мы позже поднимали От 88 уровня И захотим ей дать Что? 123? Ну, это будет 40 миллионов с чем-то Правильно Сосида Где такая кусарегам Откуда она взялась 120 уровня Слушай, так до конца игры можно с такой пройти То если возьмем мы Свеженькую Вот любую Из этих Пускай это будет Да любая Я все равно делать не буду Просто посмотрите разницу Вот И 800 тысяч То есть 47 и 8 миллионов 800 тысяч Есть разница? Вот так Да 3 миллиона за 120 А-а-а Точнее 32 миллиона 32 миллиона А-а-а-а 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 Ну они кипо Правильно Поднять ее до 120 уровня Сколько надо? 32 миллиона Да Поэтому тексты тексты Ребята А тут 439 Не вижу цифры 43 миллиона А здесь Здесь 3 миллиона Есть разница 3 миллиона и 43 миллиона Но 120 это до конца игры Мы последнего босса Я думаю где-то на 120 мы пойдем убивать Да Неплохо Вот тут 49 миллионов 103 километров Если мы возьмем Какой-нибудь другой мяч Такого же самого Возьмем к примеру Такие суммы поднимали или нет Не помню Вряд ли Вот 208 тысяч Пожалуйста 79 уровень Поднять на На 103 250 тысяч Так что если мы сейчас Выбьем у него Фиолетовую эту Поднимем За 200 тысяч Ладно Тогда я закончу Эту серию Немножко Попинаю Нашего друга В принципе Достаточно Прошли это дело Убили Пошли локацию Убили эту Нормально Все равно Все В следующей серии Давайте тогда Всем спасибо Удачки Пишите в комментариях Что-то Какие-то вопросы Есть И вообще Все Все ли в порядке У вас там В прохождении Всем пока И спасибо Субтитры сделал DimaTorzok